В Германии устроили элитный бордель на вилле, где 200 лет назад жил Александр Горчаков. Это дипломат, глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II, товарищ Пушкина по царско-сельскому лице. Уважаемый человек, в общем, и тут такое. В борделе там работают проститутки со всего мира. За их услугами приезжают из тех стран, где подобные развлечения официально запрещены. Причем клиенты, люди состоятельные и даже известные. Бизнесмены, политики, спортсмены. Для ряда посетителей в салоне даже есть отдельный вход. Нынешний владелец заведения купил старинное здание полтора года назад, уже вместе с прилагавшимся к нему интим-сервисом. Знаете ли вы, кому и почему пришла в голову эта идея сделать здесь бордель? Да, эта идея пришла основательнице этого борделя во время ее прогулки по Баден-Бадену. Она выяснила, что здесь нет такого заведения и решила заняться этим бизнесом. Требования к дамам, которые хотят работать в элитном борделе, не ниже, чем в самой престижной фирме. Соискательницы должны быть красивыми, ухоженными и знать несколько европейских языков. Каждый месяц здесь проводят собеседование с парой десятков потенциальных сотрудниц, видимо. Такой спрос на вакансии объясняется неплохой, мягко говоря, зарплатой. Получают жюрицы любви в этом заведении от двух до десяти тысяч евро в месяц. В большинстве случаев это интересно тем мужчинам, которые доминируют на работе, в бизнесе. И они хотят здесь, в интимной обстановке, позволить доминировать над ними другим. Здесь очень много психологии.